И вот теперь я готов продемонстрировать настоящую мужскую дружбу. Я знаю, теперь, когда Лужков подал в отставку, все его прихлебаи, вся его комарилья от него отвернется. Ведь ему уже не удается покрывать своих. Кроме того, следственное управление Генпрокуратуры уже проявило интерес к опубликованным нами документам. Предчувствую, за Лужковым станут охотиться правоохранительные органы. Его объявят в розыск в Интерпол. Думаете, Батурин с Краснянским ему помогут? Нет. Ему поможет наша программа. Позвольте сделать официальное заявление. Я лично бегу из страны вместе с Лужковым. Мы попробуем перейти границу Аргентины с Парагваем инкогнито. Мне можно не менять внешность. Все равно меня никто не знает, а вот члена семьи его жены придется камуфлировать. Я придумал, мы переоденем Лужкова мужчиной. Вот варианты внешности, которые мы хотели бы предложить Лужкову. Фидель Кастро. Раз уж мы с ним бежим в Латинскую Америку, то пусть он будет Фиделем Кастро. Или другой вариант. Еще один настоящий мужчина. Мачо. Например, Че Гевара. Но почему-то в настоящего мужчину нам Лужкова переодеть не удается. Как ни крути, а из этого круглого лица мужчина в латиноамериканском вкусе не получается. Но не Че Геваровой, не Че Геваровой, Юрий Михайлович. А если переодеться не мужчиной, а женщиной? Керенский как-то практиковал такое. Возьмем волосы от Моники Левинской. Вдруг придется скрываться в Америке. Нет. Это больше похоже на Дону Розу из Бразилии, где водится много диких обезьян. Попробуем тогда там, где округлась лица, явление обычное. Мао Цзэдун. Неплохой получился кормчий. Это годится. Но взгляд какой-то кислый. А вот еще. Тоже восточный вариант. Дедушка Хо. Нет, на Хо Шимина Лужков не похож. Не хватает аскетизма. Все предложенные варианты маскировки мы только предлагаем Лужкову. Мы не навязываемся и точно знаем свое место. Само собой, разумеется, что маскировку выбирать не нам, а его жене. Но при первом же намеке со стороны мэра мы готовы начать подготовку париков, нарядов и так далее. Субтитры сделал DimaTorzok